Самый молодой президент Эквадора. Новый учебный год университета третьего возраста. Как обращаться с нефтью. Финал дня первокурсника. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Валерия Карташова. В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета приступила к обучению по программе «Современные подходы к управлению сельскими поселениями» пятая группа глав сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан. В открытии мероприятия приняли участие заместитель, премьер-министр Республики Татарстан, руководитель аппарата кабинета министров РТ Шамиль Гафаров, руководитель департамента государственной службы и кадров при РАИСе Республики Татарстан Александр Белов, заместитель начальника управления РАИСа Республики Татарстан по работе с территориями Ильдар Ибрагимов, председатель ассоциации Совет муниципальных образований РТ Экзам Губайдулин, директор высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов и первый проректор-проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Вообще говоря, применять решение в условиях сильной неопределенности – это одна из основных задач человеческого, я говорю так, натурального интеллекта. Понимаете, каждый из вас обладает уникальным багажом. Это есть тот опыт, который вы накопили при решении тех проблем, которые возникали на ваших местах. Я совершенно согласен с детьми Шамиль Гафаровичем, что вы работаете с людьми, и вот ваш опыт бесценен. Это сегодня люди, которые перед нами сидят. Это тот фундамент, тот базис, это тот авангард, на котором строятся все наши достижения и успехи в нашей республике. Первым делом хочу сказать слова благодарности от имени Рустама Маргаревича Раиса Республики, от имени премьер-министра Республики Татарстана, от имени руководства Республики Татарстана, от имени правительства Республики Татарстана, за ту работу, за вашу работу, которую вы сегодня делаете на территориях, на местах, как главы сельских поселений, районов и городов. 16 октября в Республике Эквадор огласили результаты выборов президента. Им стал Даниэль Набоа. По официальным данным, это самый молодой глава за всю историю государства. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. По данным Национального избирательного совета Эквадора, Набоа из партии Альянс национального демократического действия набрал 52,08% голосов по сравнению с 47,92% у его соперницы, Луизы Гонзалес из партии Гражданское революционное движение. В свои 35 лет он станет самым молодым лидером южноамериканской нации за всю историю. Результаты обработки 90% бюллетеней огласила в соцсети председатель Национального избирательного совета, выполняющего функции Центр-разбиркома страны Диана Атамаин. Согласно им, Набоа набрал более 50% голосов. Он представляет Центристский альянс национальной демократической действия. Следует отметить, что сейчас в Эквадоре завершились второй тур президентских выборов. И по результатам второго тура президентом стал Даниэль Набоа. Это самый молодой лидер, который избирался в этой стране. И нужно сказать, что этот человек, этот политик пришел с достаточно серьезной политической программой. Им озвучен целый ряд реформ. Ну, вообще следует отметить, что ситуация в Эквадоре достаточно сложная с точки зрения социальной, политической обстановки. Даниэль Набоа станет самым молодым президентом в истории Эквадора. Он родился 30 ноября 1987 года в семье одного из богатейших эквадорских предпринимателей. До политической карьеры работал в экспортном бизнесе, основанном его отцом. Выборы в Эквадоре состоялись на фоне громких расправ с политиками. Сразу два происшествия стали только катализатором скорых выборов нового главы государства. Предыдущий президент Гильермо Лассо был избран на второй срок в 2021 году. Но в мае подал в отставку, чтобы избежать импичмента на основании конституционного положения, которое также распустило Конгресс. Набоа, которому теперь предстоит завершить оставшиеся 15 месяцев второго президентского срока Лассо, был членом национальной ассамблеи, пока она не была распущена. И вот то, что Даниэль Набоа сегодня пытается говорить о реформах и намерен их делать, это, конечно, делает ему честь, потому что в условиях, когда в стране есть проблемы социальные, есть проблемы, связанные с криминалом, вот такие заявления, они, конечно, ставят его под определенный риск. И это свидетельствует о том, что этот человек достаточно смелый и, возможно, его реформы смогут улучшить жизнь жителей Эквадора. По данным избирательного совета, более 10 миллионов человек в стране с населением менее 18 миллионов проголосовали на выборах, что составляет 82,33% от числа принявших участие в голосовании. Высокая явка избирателей произошла, несмотря на опасения по поводу безопасности, через два расправ над политическими деятелями. О том, как будет проявлять себя самый молодой в истории республики президент, пока не ясно. Но стоит отметить, что доверие населения к нему держится на высоком уровне. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете на базе Института геологии и нефтегазовых технологий стартовала научная школа, где молодые ученые обсудили вопросы по добыче и облагораживанию нефти. Подробнее в сюжете. 16 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета стартовала научная школа молодых ученых «Каталитическое облагораживание тяжелой нефти-3». Тема выбрана не случайно, ведь она актуальна, как никогда. Обработка нефти до недавних пор занимала большое количество времени, но с технологическим прогрессом процесс упростился. И теперь, благодаря новейшим разработкам ученых, человеческий фактор перестает быть причиной ошибок на производстве. Например, на конференции со своим докладом выступила группа молодых геологов, которые разработали уникальное приложение. С помощью него процесс очистки нефти от загрязнений будет проходить гораздо быстрее и качественнее. Всего существует три вида облагораживания и очистки нефти – химический, механический и физико-химический. А добавление искусственного интеллекта в эту процедуру умножает перспективу в этой сфере. Мы выступаем с докладом, касающийся автоматической разработки масс-спектров и их интерпретации. То есть, то, что должны были делать люди, специалисты своей предметной области, теперь делает прикладной искусственный интеллект. Мы являемся своего рода профессионалами в этой области деятельности, поскольку сделали уже более 50 патентов. И вот приехали сюда, как новую предметную область, приложение искусственного интеллекта к обработке тяжелой нефти. На мероприятие были приглашены делегаты с разных стран. География обширная. Со своими докладами выступили ученые из Китая, США, Мексики, Ирана, Канада, Нигерии и, конечно, России. Коллеги обменялись мнениями, касающиеся насущных проблем в области нефти, а также развили достойную коммуникацию в мировом научном геологическом сообществе. Немаловажно, что спикеры осветили и тему паратепловых методов добычи высоковязкой нефти, освоения нетрадиционных углеводородных ресурсов и каталитические комплексы. В Казанском федеральном университете получен грант на развитие лаборатории мирового уровня в области катализаторов для подземного гаража нефти. В рамках этого гранта проводится молодежная школа для молодых ученых, на которой выступают ведущие международные эксперты со всего мира. В рамках этой лаборатории задача – это добыча высоковязкой нефти и сверхвязкой нефти с использованием тепловых методов воздействия и каталитических систем. По итогам этой работы уже имеются определенные пилотные испытания на месторождениях, нафтильных компаниях, и эта технология показывает хорошие результаты практически. Организаторами мероприятия выступили Казанский федеральный университет и акционерное общество «Зарубежнефть». Поддержку оказал Российский научный фонд, который выделил грант на развитие лаборатории мирового уровня, что, безусловно, позволит упростить процесс обработки нефти и использование ее в промышленных целях. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло открытие нового учебного года университета третьего возраста. Учиться никогда не поздно, и это подтверждает множество людей. О том, как прошло торжественное открытие, расскажет Николай Суховский. 16 октября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло торжественное открытие нового учебного года для студентов третьего возраста. Каждый, кто хочет научиться чему-то новому, может получить знания в нескольких областях. Программа уникальна. Важную роль играет моральная поддержка людей, достигших пенсионного возраста, снижение риска социальной изоляции пожилых людей в обществе и достижение взаимопонимания между поколениями. С торжественной приветственной речью выступила председатель правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Любовь Мишина. Вы большие молодцы, что имеете стремление и интерес к получению нового знания, повышения образовательного уровня. Многочисленные исследования показывают, что образованные люди живут дольше, качество жизни у них выше и живут они дольше. В программе представлены несколько профилей подготовки. Гуманитарные науки, философия, история России, Казань, а также основы финансовой грамотности. Есть направление обучения и по техническим специальностям. Немаловажным является тот факт, что на занятиях людей старшего поколения учат развивать в себе способность ориентироваться в новых условиях в 21 веке. На данный момент в Республике Татарстан обучается около 2000 пенсионеров. Это один из самых высоких показателей по всей стране. Такая акция, наверное, она затрагивает души людей, когда в зале видишь достаточно зрелых людей, и они все с восхищением смотрят и ждут каких-то новых познаний. И это вот так бывает на каждом занятии университета третьего возраста. В Республике Татарстан особое внимание уделяют вопросу качественного взаимодействия с людьми, достигших пенсионного возраста. Проект отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан и регионального отделения «Союз пенсионеров» существует уже 16 лет, и за все его время увеличилось не только количество слушателей, но и постоянно расширяется круг образовательных направлений. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Фаридзе Хитоглы, Универньюс. Состоялся финал масштабного фестиваля «День первокурсника». О том, как прошло закрытие в набережной Челнинском и Елабужском институтах Казанского федерального университета, смотрите в следующем сюжете. В набережной Челнинском институте Казанского федерального университета состоялось одно из самых долгожданных событий в жизни студентов – праздничный концерт «День первокурсника-2023». В этом году зрителям было предложено перенестись в начало прошлого столетия на небольшую ферму в одном из пригородов Испании, где начинается история молодого человека по имени Луи. Юношу одолевают внутренние противоречия, и он уверен, что не готов посвятить себя жизненной ферме. Томимый душевными терзаниями, Луи отправляется на поиски своего предназначения. Путь главного героя пестрит многообразием событий, но поворотным моментом становится знакомство с сеньором Мануэлем, который станет не просто его учителем, а человеком, указавшим новый жизненный путь. Хочется сказать одни эмоции, как говорится. Молодцы ребята. Несмотря на то, что всего чуть больше месяца они вместе, я так понимаю, это все первокурсники на таком уровне смогли сорганизоваться, смогли все это преподнести. Я думаю, зал остался в восторге. И не только зал, но и сами, наверное, участники. История, которую решили рассказать первокурсники Елабужского института, основана на классическом сюжете о паладине и волшебной лампе. Красочные декорации, колоритные костюмы и восточная музыка с первых секунд перебрасывают нас в древний Багдад, который и стал основным местом действия. В самом начале рассказчик предупреждает зрителя о том, что Багдад после захода солнца весьма опасен. И арабскую ночь переживает только самый смелый и внимательный человек. Поэтому в этой истории гораздо безопаснее быть слушателем, чем ее главным героем. Можно смело заявить, что новые испеченные студенты Елабужского института идут верной дорогой, провозглашая во всеуслышание ценности, которых должны придерживаться юноши и девушки в их возрасте. Стремление к знаниям, честность и благородность в поступках, а также смелость перед лицом новых свершений. На самом деле был очень сумасшедший темп, потому что было маленькое количество времени. У нас танцоры, которые не умели танцевать, их уже ребята научили. Теперь это самые лучшие танцоры вообще всего КФУ. Актеры просто молодцы. Выучили текст, а текст у всех большой. Тоже огромные молодцы. Певцы. В общем, работа кипит. Мы надеемся, что все будет хорошо. Концерт сделаем, шоу будет просто самое бомбезное. Вот так громко и с размахом завершился ежегодный фестиваль «День первокурсника», который смог охватить собой не только столицу Республики Татарстан. Каждый из тех, кто принял в нем участие, получил бесценный опыт работы на сцене и смог сделать свою студенческую жизнь в несколько раз ярче. А зрители стали свидетелями экранизации множества легенд и песен и поняли, насколько талантливы студенты Казанского федерального университета. Елизавета Газизянова, Центр медиакоммуникаций Набережно-Челнинского института, Центр медиакоммуникаций Елабужского института, Универньюз. Казанский федеральный университет принял участие в международной выставке и научной конференции здравоохранения, образования и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства, которые прошли в Ашхабаде. В мероприятии приняли участие более 20 стран и свыше 20 российских вузов при поддержке представительства Россотрудничества в Туркменистане. Казанский федеральный университет на выставке был представлен заведующим Центром сопровождения научной и международной деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации Артемом Друговым и ведущим специалистом отдела привлечения и набора иностранных обучающихся Департамента внешних связей Ольгой Баклановой. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!